всем привет меня зовут авами лиса и сегодня я расскажу вам как же за три дня очень быстро эффективно похудеть и привести свое тело форму извините ну вы сами все видели сегодня мы не снимаем никакого видео про похудение сегодня будете вы помогать мне собраться на свидание поехали итак дорогие мои друзья как вы уже поняли сегодня именно вы влияете на то как же я буду выглядеть на этом свидании вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь тык и обязательно обязательно подписывайтесь на мой инстаграм чтобы в дальнейшем вы тоже могли поучаствовать во всякой такой движухи а мы приступаем так самого начала мне нужно понять вообще в каком стиле делал сегодняшний макияж так как мы идем на свидание соответственно здесь может быть только два варианта первое романтичный макияж романтичный романтичный макияж и 3 вариант это драматичный макияж и так какой макияж сегодня делать вы проголосовали за романтичный макияж и это кстати очень хорошо потому что мой олигарх предпочитает именно романтичные образа не какие-то там драматичные кицули в первую очередь я воспользуюсь тональным кремом сегодня я буду использовать более менее плотную тональную основу чтобы наше лицо было максимально идеальным идеальным для того чтобы охмурить человека все-таки не забывайте что сегодня я чаровница теперь я буду использовать консилер наносить его под глаза чтобы скрыть все наши синяки теперь смотрите что я делаю я беру кремовые тени видите они такие розоватые розовый перламутр и наношу на верхнее веко эти кремовые тени будут у нас базой под наш дальнейший макияж теперь возьму вот такой вот палеточку смотрите ко мне классная палетка есть от nix и тут всевозможные классные яркие цвета сейчас я буду использовать вот этот цвет и смешивая вот с этим и у нас будет такой знаете красивые розовый прям жемчужный оттенок теперь при помощи мягкой кисти я буду подчеркивать складку верхнего века так теперь скажите мне нужно ли нам рисовать подводку я накрасила глаза но вы сказали что хотите чтобы я также нарисовала стрелки поэтому сейчас я их и нарисую о господи как я не удобно наклеила мне сейчас кажется глаза вырежутся а матерь бомжи так теперь нужно будет воспользоваться пудрой и после нее уже использовать всевозможные хайлайтеры румяна и всякое такое прочее поэтому пожалуй пока я буду пудрить свое лицо запилю к я вам вопрос что мне дальше делать какой хайлайтер мне использовать какие румяна никс это очень хорошо эти румяна просто обожаю одни из моих самых самых любимых кстати после румян я думаю вот делать мне сегодня контуринг или нет поэтому пожалуй спрошу-ка я это у вас хотите вы чтобы я сделала контуринг лица или оставить как все есть за контуринг проголосовала аж 95 процентов ах уж вы любите ли ким кардашьян да очень интересно что сегодня скажет мой самец на то как я сегодня накрашусь как я сегодня буду выглядеть да и мне естественно безумно интересно что же будет дальше и нас совсем немножко тоже следовало бы контурировать немного контуринга уже как-то лицо выглядит поярче что что очень здорово осталось только понять нужно ли хайлайтер делать или нет значит говорите что до хром вам было бы интереснее посмотреть ну что ж с этим выбором я в принципе более чем согласна потому что уж больно он хорош главное его наносить очень-очень в меру потому что реально в живую иначе будете сиять аки космическая звезда что конечно совсем неплохо но не во всех ситуациях это приемлемо подбровь тоже нанести и сам последнее в нашем макияже это определиться с помадой я выбираю из матовой помады и из блеска для губ мне оба варианта очень нравится но вам решать как всегда что именно я буду юзы и походу вам вариант больше понравился с помадой бэй точение помадам а блеском для губ кстати очень очень хорошая помада особенно мне нравится ее цвет цвет просто как дик кайфовый собственно вот такой у нас получился макияж что скажете нравится вам или нет мне кажется получилось действительно очень мило и теперь осталось выбрать одежду теперь следующий момент который нам нужно выяснить какую прическу мне делать вы хотите чтобы я сделала кодри или оставила прямые волосы но добавила им объем что делаем я буду делать очень легкие кодри такие знаете нечто импровизированное между beach waves и какими-то локонами для этого я использую вот такую вот большую насадку и начиная где-то от середины накручиваю мой локон по направлению к лицу смотрите они получаются очень слабенькие и в этом и смысл они будут выглядеть достаточно натурально но при этом волосы будут иметь форму кстати вы знаете катю тян если нет то это моя подруга и она как и я бьюти-блогер мы с ней договорились что выложим видео в один день где я покажу как я собираюсь на свидание а она покажет как проводит свой целый день со своим парнем я оставлю ссылку на видео в описании обязательно посмотрите уверена вам как и мне очень понравится ее видос так я сделала вот эти вот небрежные волны это одна из моих самых любимых причесок потому что волосы выглядят объемно при этом делается прическа минуту за 2-3 как вы сами это видели и вам это вообще прикольно ну а теперь нужно решить что делать с моими не маникюренными ногтями предлагаю вам два варианта накрасить мне ногти или светло-сиреневым цветом или фуксией я конечно очень надеюсь что выберет светло-сиреневым потому что его гораздо проще красить чем вот эту фуксию но что-то мне подсказывает что вы выберете именно вот это вот вот чтобы мне жизнь медом не казалось айв мини тлейтель так но я хочу отметить что вами очень приятно удивили потому что целых 70 процентов проголосовали за сиреневый лак и это очень хорошо давайте красить я маникюр кстати себе дома всегда сама делаю это конечно не самый лучший вариант в плане того как это выглядит по итогу но я реально не люблю ходить делать маникюр потому что меня бесит когда меня кто-то трогает кто не я так теперь я предложила вам воспользоваться вот этим вот лаком он безумно крутой безумно красивый и вы сказали мне что вы конечно же хотите чтобы я его использовала и это очень правильный выбор потому что ногти с этой штукой смотрится невероятно круто теперь фиксирую ногти топом и на этом все дальше мы с вами пойдем подбирать уже одежду так сейчас я пришла в гардеробную будем подбирать вариант одежды чтобы нам такого надеть первый вариант это вот такие вот джинсы бойфренды и надеть их вместе вот с таким вот с этим вот топиком вот первый вариант и второй вариант это золотистый топик вот этот вот тут не видно но он прям весь блестит он весь в блесках довольно таки такой красивый и вместе с белыми джинсами надеть они внизу еще с бахромой типа собственно осталось только узнать что вы выберете и какой образ я сегодня надену мне нравится в принципе тот и другой вариант но больше я бы думаю хотела надеть золотой топ с белыми джинсами потому что мне очень хочется надеть вместе с этим вот эти вот мои туфельки пафосно кится может быть вы поможете нам выбрать сумку какую сумку ты выбираешь какая тебе нравится это ты смотришь на эту нет там свитера какую сумку вот эту да ну ладно пафосно кится вашему авторитетному мнению мы доверимся посмотрите ситуация пафосно кится указал нам на вот эту сумку это поясная сумка есть честно мне кажется это реально единственный вариант который к этому лючку может подойти потому что ничего другого я даже не знаю что сюда можно надеть поэтому наденем тем более что мне нужен потремень иначе мне джинсы падают такой вот лук у нас тут получился сейчас осталось только надеть ботинки ботинки я думаю что сюда есть смысл надевать вот эти их я и обои кстати хочу рассказать вам очень файловую историю о том как меня вчера не убила чуть не убила пока что я так а домой подхожу вот к этой вот моей стоечки вешаю такая свою курточку и вот это вот все просто хиракс и на меня и на меня сверху и я стою такая и ору потому что мне нужна помощь на меня тут просто тонны шматья навалено еще балка по голове пришивла и я просто ору помогите пожалуйста меня никто не слышит конечно конечно никто не слышит блин вообще никто никого не услышит и короче поняла что что если бы мне вчера придавила одежды, то, возможно, сегодня вы бы уже читали новости о том, что некую блогершу по имени Ава Ми Элиса пришибла одеждой в собственном гардеробе. Матерь бомжи, какая же была нелепая бы смерть. Зато хипанула бы. Следующим моментом нам с вами нужно выбрать духи. Все-таки не забывайте, что я чаровница должна быть сегодня, поэтому нужно выбрать самые чаровные духи. Поэтому из самых чаровных у меня это Огент Провокатор Лагент и Монталь Прити Фрути. Так, по поводу силы чаровницы, вы проголосовали за элитный Монтальо, а не за Огент Провокатор. Даже не знаю, что ей сказать. Даже не знаю, что ей сказать. Вы знатоки! Вы точно знаете, какой парфюм нужно выбирать. Супс, побрызгаемся. О да! Вкусно пахнет. Надеть часы или не надеть? Если надеть, то какие? Эти или эти? Пока я жду результатов, напомню вам, что если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то лучше бы вам это сделать, потому что если вы еще не подписаны, то вы не можете принимать участие во всей этой движухе. А еще я выкладываю туда неплохие фотографии, типа вот такого вот. Так что подпишитесь. Итак, минутка инсто рекламы прошла, пора посмотреть результаты. Ммм, вам больше нравятся белые? Отлично, потому что мне белые тоже больше нравятся. Интересно, мужчина меня когда увидит, он в какой ресторан захочет меня отвезти? В Макдональдис или куда поприличнее? Что он скажет вообще на весь этот внешний вид? Любопытно. Узнаем совсем скоро. Время пошло. Ну что, куда мы поедем? Мы поедем туда, куда глядят наши глаза. Да! Хочешь по себе, куда мы идем? Ну, куда мы идем? Да куда скажешь, туда и пойдем. Ты мне можешь сказать, Водой, куда мы поедем уже? Я не знаю. Пускай твои подписчики решают. Ну, пусть мои подписчики вообще все теперь решают. Вот правильно, пили опрос. Давай. Сейчас спрошу. Давай, что ты спросишь? Я сижу в машине. Мы собираемся куда-то ехать. Но мы не можем выбрать, куда ехать. Так куда мне ехать-то? Посоветуйте ваше предложение в директ. Куда нам поехать? Пожрать.